И в завершении выпуска новости культуры в Нарьинмаре выбрали главную печеряночку. Уже восьмой раз на межрегиональном фольклорном конкурсе собрались девушки разных национальностей. Затем как выбирали самую преданную своим корням представительницу народной культуры, следила и наша съемочная группа. Екатерина Дементьева продолжит. Этно-певица и обладательница титула «Печеряночка-2013» Олеся Палатова из Удмуртии. В столице Нинецкого округа девушка уже в третий раз. Сначала она сама стала победительницей конкурса, потом курировала участницу от Удмуртской культуры, а в этот раз приглашена уже в качестве члена жюри. Говорит, что в Заполярье всегда возвращается с огромным удовольствием, тем более, когда повод такой прекрасный и важный. Молодежь, нынешняя молодежь, очень плохо знает свои корни, очень плохо относится к некоторым из них, к этому. А вот подобные конкурсы, они помогают возрождать интерес именно молодежи к тому, что это интересно, это надо знать, потому что, зная свое прошлое, мы будем строить свое будущее. Перед зрителями на сцене семь красавиц из разных уголков Нинецкого округа и других регионов, которые представляют культуру, традиции и обычаи своего народа. Причем все конкурсантки – участницы прошлых лет, которые теперь не просто прекрасные представительницы разных национальностей, но и заботливые жены и любящие мамы. Я участвовала в 2005 году в Печеряночке, заняла первое место. В этом году меня пригласили поучаствовать вновь. 14 лет спустя, оказавшись на сцене, конечно, это такие эмоции, которые не передать словами. За эти 14 лет очень многое изменилось. Я уже стала мамой, женой, и поэтому представляю сейчас не только себя на сцене, а всю свою семью. За все время проведения Печеряночки появилась особая закономерность, или, как говорится в народе, поверье. Победительница в течение ближайшего года выходит замуж. Не обошло это стороной и Лидию Волкову из Вологды, которая совсем не планировала в тот момент создавать семью. Я отнекивалась, как могла, но, как оказалось, это вот такое неотделимое последствие участия и победы. За победу участницы боролись в пяти конкурсах, где им надо было рассказать о себе и том, как изменилась их жизнь после прошлых Печеряночек, как они ладят со своими детьми, как ведут хозяйство, ответить на вопросы про этикет своих народов. Еще одним новшеством этого года стал конкурс, где надо было рассказать про родословную своего мужа. Ведь, как считают организаторы, такие знания – это не только знак любви и почтения, но и забота о детях, ведь они должны понимать, продолжителями какого рода являются. Среди всех конкурсанток, каждая из которых, безусловно, была достойна победы, звание Печеряночка-2019 было присвоено жительнице села Несь, представительнице ненецкой культуры Риме Вокуевой. Говорит, вместе с ней к конкурсу готовилась вся большая семья и даже коллеги. Корни свои в этой семье чтут и с большим уважением относятся к культуре других народов. На самом деле мне больше всего нравится в этом конкурсе то, что мы можем узнать о другой культуре больше, чем в обычной жизни, наверное. Потому что даже перед выходом на сцену мы стоим в очереди, и мы обсуждаем пояса, у нас там такой-то, у нас такой-то, это значит то, это значит то. То есть мы делимся этим даже за пять минут до выхода на сцену. И на самом деле это очень классно. Живя в ритме современного мира нельзя быть безразличным к своему прошлому, потому что самое большое богатство, которое есть у каждого из нас, это память рода.